В Люберцах прошел финал конкурса «Педагог года-2021». За это высокое звание боролись 40 участниц и только 11 учителей-воспитателей получили право выступить в заключительном этапе проекта. Наша съемочная группа узнала имена победителей и успела с ними пообщаться сразу после награждения. Не в строгой форме, а в праздничных нарядах, а вместо привычной аудитории учеников, коллеги и строгая жюри. «Педагог года» – это не просто конкурс, а яркий запоминающийся праздник. Каждое выступление не похоже на другие. Каждая участница индивидуальна и неповторима. Перед тем, как финалисты приступили к презентации своих проектов, на сцену пригласили всех участниц конкурса, чтобы наградить каждую за смелость и любовь к своей профессии. «Во главе всего стоит образование, во главе всего стоит учитель, потому что основное звено в образовании – это учитель. И сегодня лучшие учителя здесь стоят, и вам, девушки, за это очень благодарят». Ежегодный конкурс среди педагогов стартовал в округе два месяца назад. Из-за ограничений, введенных Роспотребнадзором, открытия и дальнейшие этапы проекта прошли в заочном формате. «Жюри наблюдали с экрана телевизора, с экрана компьютера за действиями наших участников. В течение этого конкурса были даны задания практически идентичного характера, как для садов, так и для школ. В первую очередь это самопрезентация, это представление себя именно как педагога, педагога городского округа Люберцы. И дальше профессиональные были задания». Шесть учителей и пять воспитателей оказались в финале, но в каждой номинации может быть только один победитель. Самым волнительным моментом стало вскрытие конвертов с их именами. «Так, воспитатель года. Детский сад с интересным названием «Белоснежка». Несколько лет Надежда Сабурова отказывалась от участия в конкурсе «Педагог года», сомневалась в своих силах. Но на этот раз отважилась и, как оказалось, не зря. «Это радость, неожиданность. Я пока еще, наверное, до конца не поверила в это, но надеюсь, что я оправдаю надежды всех, кто в меня верил». Звание «Учитель года» удостоилась Анна Федотова. Учитель начальных классов решилась на участие в конкурсе для поддержки имиджа своей 56-й гимназии. «Благодаря конкурсу я приобрела эту веру в себя. И до сих пор под воздействием конкурса я ему очень благодарна. Благодарна своей команде гимназии 56-й. Наталье Борисовне, своему директору, это такой человек, который поддерживал меня во всем абсолютно». Победителям вручили дипломы, ценные призы, а также символ конкурса фарфоровых пеликанов. Теперь им предстоит более серьезное испытание. Участие в областном этапе, а в дальнейшем, возможно, и на всероссийском.